Здравствуйте, дорогие друзья! Я Георгий Крапетян, ваш личный доктор в ближайшие полчаса. Напомню, что вы можете отправлять свои вопросы касаемо здоровья, спорта, питания на почту, на личную и в наших группах в Фейсбуке, ВКонтакте, называется «Центр Красноярск». А запись нашей программы можете посмотреть в сервере PIRS TV на своем смартфоне. А начну я передачу с письма, которое поступило мне в личную почту. Пишет Алина следующее. Больно смотреть, как аудитория телевидения и особенно интернета верят в кучу мифов и заблуждений насчет медицины, спорта, питания, иммунитета и здоровья в целом. Георгий Эдуардович, расскажите, пожалуйста, о настоящем правильном питании и о настоящем правильном вменяемом ЗОЖ, здоровом образе жизни, расшифровывая. Кому и чему можно верить, а о чем навсегда забыть? Раскрыть эту тему нам поможет сегодняшний гость доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Красноярского государства медицинского университета Андрей Владимирович Шульмин. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Очень спасибо за такое представление, Георгий. Здравствуйте, здравствуйте. Андрей Владимирович, первый вопрос для нашей аудитории, для наших телезрителей. Что такое ЗОЖ, здоровый образ жизни? Все об этом говорят, как про привидение, но никто его не видел. Этот вопрос действительно является предметом изучения нашей кафедры, популяционно больше. И каждый студент, как я говорю, должен, пройдя нашу кафедру, когда его разбудив, ответить, что такое здоровье, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, как состояние полного физического, духовного, социального благополучия, а не только отсутствие болезней и травм. Но если говорить простым языком, то здоровый образ жизни – это ориентир на долголетие, но долголетие активное, с хорошим качеством жизни. Хорошо. В нашем понимании, в современном, потому что в советское время мы помним с вами, что существовал ЗОЖ, даже до сегодняшнего дня сохранились определенные публикации региональных каких-то местных журналов, подписок и с формулировкой ЗОЖ. А ГТО? Совершенно верно. То есть, наверное, это уже апогеем ЗОЖ является ГТО и нормы ГТО. Но сегодня происходит определенная трансформация. Я бы хотел, чтобы мы проговорили вопросы питания. Насколько я часто встречаю в сети, и также наши телезрители встречают в сети, огромное количество профессионалов, в кавычках или в скобках не знаю, которые учат, как правильно питаться. В двух словах, что вы можете сказать о профессионалах? Это медицинская составляющая или это наши самородки-самоучки, которые на своем опыте или на чтении определенной литературы знают, как правильно питаться? Действительно, на сегодняшний день питание не является юридически областью, скажем так, очень серьезных разрешающих документов. Поэтому рекомендации в этой области зачастую дают, мягко говоря, непрофессиональные люди. И причем, конечно, надо сказать, что область питания – это большой бизнес. И поэтому зачастую та область воздействия на людей, она именно ориентирована не на их здоровье, скажем так, а на интересы определенной промышленной группы таких вот не совсем, точнее сказать, совсем неправильных питательных подходов к питанию. И вот эти кричащие названия, когда там открыто новое, там что-то полезное, их надо избегать, потому что однозначно на вас хотят повлиять и сманипулировать. Спасибо. В целом понятно, то есть из серии «Ничего личного бизнес», да? Если говорить о современной индустрии. Ну, интернет-пространство – это тоже привлечь внимание, потому что за все эти лайки, за все, когда на чей-то контент заходит человек, все это несет определенный доход. И поэтому, естественно, я вот специально потратил какое-то количество времени на изучение вот этого контента, потому что люди задают вопросы. И, ну, вот мы как раз коснемся этих вещей, что человек индивидуален. И вот однозначные подходы – вам пить столько-то, есть столько-то, кофе полезно, кофе вредно и так далее, которые даются как однозначные советы, этого тоже надо бегать, потому что там, где, знаете, есть такое понятие – мудрец сомневается и десять раз подумает, кому и что сказать, а глупый уверен в своей правоте. И когда мы видим такое, ну, от этого надо избегать, бежать от этого. Скажите, пожалуйста, вы в курсе, вот есть ряд магазинов, которые позиционируют себя как магазин здорового питания, есть ряд ресторанов и кафе, которые позиционируют себя как ресторан здорового питания. Насколько это легитимно с точки зрения вот той работы, которую вы проводите, с точки зрения общественного здоровья и здравоохранения? Вот у меня в свое время возникала такая мысль, знаете, есть такой подход к ресторанному бизнесу, да, когда вот ему присылают какие-то звездочки с точки зрения ответ, ну, что он отвечает определенным параметрам. И, наверное, было бы у нас в Красноярске сделать интересный такой проект, когда профессионалы приходили бы и давали такую оценку. Потому что, опять же говорю, здесь вопрос индивидуальности. У каждого человека своя микрофлора, которая очень большой роль играет, свои генетические особенности, свои возрастные, сколько он двигается и так далее. Поэтому говорить, что, ну, да, если пищу меньше жарят, ее как-то готовят получше, это уже хорошо, да? Да, но сказать, что однозначно это под человека сделано, и вот, наверное, сложно. Но то, что это появляется и то, что есть, это уже хорошо. То, что люди об этом думают, начали задумываться. Но теперь это надо выводить на такой действительно определенный хороший уровень, чтобы вот те, кто пытаются сделать свой выбор, делали его не на основании только рекламы и маркетинга, но и независимых экспертных оценок. Вот я точно знаю, что мы с вами должны вести определенную просветительскую работу как врачи и все наши коллеги. И в той или иной степени мы этим занимаемся, пытаемся объяснять, пишем определенные статьи, в том числе научно популярные для широкой массы. Такие простые элементарные вещи в плане режимов питания, да, качества продуктов, их приготовления. И такого материала более чем достаточно. Но почему-то прислушивается к большей массе непрофессиональных, немедицинских советчиков, которые переводят, вот я знаю, там, безбелковые формы питания, безуглеводные, сыроедение и так далее. Откуда, кто является родоначальником? Неужели это вновь опять пищевая индустрия и так далее? Откуда это может зарождаться? Я почему-то задаю этот вопрос вам, потому что вы плюс ведете огромную массу студенческой среды, и это тот период, когда формируется некое сознание, социализация, определенный этап происходит. Что вы об этом можете сказать? Здесь, конечно, большой фактор психологии. Здесь вопрос состоит в том, что сам человек, ну, зачастую, что грехотаить, не любит напрягаться, когда он ищет какое-то решение. И простые решения ему кажутся правильными. И это доказано Нобелевским лауреатом и так далее. То есть здесь, который занимался как раз маркетингом и исследованиями. И поэтому то, что до людей пытается донести определенная профессиональная среда, она зачастую требует минимального усилия, знания какой-то терминологии, просто какой-то работы. То есть просто надо уметь читать, а что греха таить, как мы говорим. Сегодня у нас чтение заключается в СМС, 5-10 слов, а дальше много букв. И вот это много букв, особенно для определенного поколения, оно, конечно, играет вот эту проблему с тем, что серьезные тексты, где можно найти действительно какую-то вот истину, воспринимаются с трудом. И их избегают, а берут то, что попроще. А те, кто делают попроще, опять же, ну, вот у них там свои интересы, может, они зватые не живают. Но там очень сложно раскрыть вот глубоко этот вопрос, да, истину. И поэтому есть вина и самих потребителей. Но наша задача действительно идти в ногу со временем и формировать вот этот информационный контент очень разумно. Ну, вот понимаете, в чем вопрос? Вот я не могу сейчас сказать, даже вот рекомендации скажут, вот соль полезна, соль вредна. И я скажу, соль вредна. Но я начну занудствовать, а какая соль, да? Я вот сам принимаю сейчас панангин, активно занимаюсь, там, ну, спотом теряю и так далее. Есть же натрий, хворд и так далее, и так далее. И тут я начну заноситься и скажу, ну, какое вот это? А на самом деле это очень важно. И если я скажу, я буду нести ответственность. И моя рекомендация для 90% может быть полезной, для семьи нейтральной, а три от этого могут умереть. И поэтому надо очень внимательно относиться к тому, что... Полностью с вами согласен. Дорогие друзья, первый вывод, который мы сделали, можем сделать вместе, о том, что определенная лень человеческая, которая не может заставить нас или прилечь к тому, что нужно больше читать и больше углубляться. Профессиональная информация, она в себе заключает гораздо больше информации, которую нужно через себя пропускать. И в этом смысле мы все находим более легкую информацию, и она является не совсем достоверной. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим тему здорового образа жизни, кому и чему верить. Мы продолжаем тему здорового образа жизни, кому и чему верить. И в гостях у нас Андрей Владимирович Ульмин, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Красноярского государственного медицинского университета. Андрей Владимирович, к нам в группу ВКонтакте поступили ряд вопросов. Я бы хотел, чтобы вы помогли нам на них ответить. Наталья спрашивает. В детстве нам давали антиструмин, витамин С, гематоген, рыбий жир. А сейчас в аптеках огромное количество банок с витаминами, с биологически активными добавками, мы их еще называем БАДы. Практически для каждой части тела есть свой витамин. Прекрасная формулировка. Все это действительно нам необходимо? Или это спекуляция на популярном сейчас ЗОЖе? Ну вот, сейчас, поскольку я не буду обращаться к Наталье, она, наверное, меня слышит, но здесь вопрос заключается в том, что то, что нам давали раньше, здесь есть у каждого момента свой нюанс. По витамину С, например, был период, нобелевский лауреат Ламис Полинг, с его легкой подачи, был этот витамин очень популярен. Но потом выяснилось, конечно, что в тех гипердозах, которые он предлагал, он просто у нас не всасывается. Это даже хорошо. Потому что как бы избыточный вред от витаминов, он нередко больше, да. Потому что мы, вот сказать, что сейчас питаемся плохо, ну, если только мы избыточно уходим в область углеводов и так далее. Но так мы питаемся достаточно разнообразно. И по большинству витаминов, как бы, у нас такого пробива нет. Но если там человек не сыроят и так далее у него, то есть как бы по Б12. И вот надо здесь подходить очень разумно. И желательно все-таки, ну, консультироваться со специалистом. Потому что сейчас есть возможность взять анализ крови, посмотреть, действительно есть у вас дефицит или нет. Посмотреть это. Потому что вот рыбий жир, ну, здесь есть такой момент, что я его сам принимаю. Ну, надо смотреть, вот есть такой рыбный жир. То есть он из мяса рыбы получается, а не из печени. Потому что, ну, экология сейчас не очень. И вот вылавливая рыб, они, а печень тот орган, который накапливает активно токсины. Поэтому, в общем-то, вот это считается одной из теорий, что от этого отошли и перестали в школах давать. Ну, я не уверен. А может быть, в нашем регионе-то лучше уж енисейскую рыбу жирную, чем БАДы из аптеки? Очень, да, очень уважаю, действительно, я вот и наш регион за то, что у нас вот это разнообразие. Потому что мы даже когда были в Америке, там, малые миссури, мы спрашиваем, как у вас рыба? Они у нас были в гостях, говорят, есть, но не такая вкусная, как у вас. Поэтому нам надо пользоваться этим, активно пользоваться. Но у нас есть и орехи, и многие другие компоненты, которые действительно наши сибирские, как говорится, где родился, там изгодился, и они дают эту пользу. Другой вопрос, что у нас солнца достаточно. И действительно, вот по витамину В, по щитовидной железе, это иодированная соль сейчас, то есть, ну, все равно эти мероприятия проводятся. Но нам надо очень внимательно и своевременно, все-таки, особенно если мы чувствуем какое-то вот недомогание, нехорошо себя, все-таки стараться обращаться в Центры медицинской профилактики, где действительно, ну, можно получить объективную картинку, а не экспериментировать над своим здоровьем, пытаясь вот принимать те или иные БАДы и так далее, которые из них, к сожалению, периодически выясняются, содержат то, что не только нам полезно, но и вредно. Такое тоже встречается. Вот я все же резюмирую, Андрей Владимирович, потому что речь идет о детях, о подростках, о более взрослом контингенте, да. Это профилактический прием витаминов, учитывая, что у нас, опять же, дефицит ультрафиолета, ну, дефицита витамина С нет, потому что завод сейчас круглогодичный, и бананы, и ананасы, и все, что угодно можно себе позволить. Но профилактический прием витаминов, как вы к нему относитесь? Или это мы считаем, что тоже только через специалистов? Ну, я не буду, так сказать, называть конкретные, наверное, фирмы, чтобы мне не сказали, что я там занимаюсь, так сказать, рекламой, но я сам действительно принимаю комплексный поливитаминный препарат, но я принимаю, опять же, вот, скажем, тот же банангин, потому что, когда я проходил диспансеризацию, доктор посмотрел, говорит, ну, вы занимаетесь активно, да, все, молодец, но вот у вас калия, скорее всего, дефицит, и я чувствовал, что у меня действительно есть определенная спастика. Все-таки после медосмотра? Ну, я, несмотря на то, что это, я, когда посмотрели кардиограммку мою и так далее, хотя у меня было уже подозрение, потому что я длительно, когда плаваю, и чувствую, что мышцы начинают, это как раз дефицит калия. И я подобрал себе вот именно под себя… Это уже по показаниям? А с профилактической целью растет ребенок, ходит в садик, в школу, и подростки в институт, все в порядке, питание нормальное? Если у него нету заболеваний желудка, которые могут препятствовать, если у него он развивается хорошо, нет никаких отставаний, ну, я думаю, что здесь… Особых показаний к витаминизации нет. Думаю, что надо очень аккуратно. Второй вопрос. Артем спрашивает также в группе у нас, Центр Красноярск на Фейсбуке. В интернете много информации о вреде холестерина, глютена, лактозы и тому подобное. Объясните, пожалуйста, так ли все ужасно, и нужно срочно переходить на правильное питание? Мы ведь еще не знаем формулировку правильного питания. Да, здесь действительно, так сказать, демонизация холестерина – это такой период. И хотя специалисты уже давно говорят, да, что есть там липопротеиды высокой, низкой плотности, эти вот профессиональные нюансы, и они должны быть сбалансированы. И как вот говорят, там, яйца вредны, у них холестерин, сейчас говорят, да, кушайте вы их, пожалуйста, это полезно. И там есть прецеденты, когда люди там до 100 лет, и любимое блюдо было у них вот как, сказать, да, ну, не жареное, ну, как бы вот та, там, всякий пашот, ну, как бы вот такие, которые все-таки, да, приготовлены правильно. Поэтому здесь, опять же, вопрос, чтобы понять вредных холестерин и какое ваше состояние, вам прекрасно это скажут, когда вы сдадите анализ крови, и в нем увидят, что там действительно у вас избыток холестерина. Прекрасно. Диспансеризация, друзья, диспансеризация. Ну, вопрос состоит в том, что вот я сделал, и я спокоен, то есть я знаю, что, хотя я, как бы, там и кусочек сала люблю скушать и так далее, это тоже, говорят, не вредно, но вопрос состоит в том, что организм кому-то, может быть, скажет, вот, а вот вам надо поменьше, да, вот, скажем так. А может вообще препараты, которые снижают содержание, и это есть зависимость, что в продолжительной жизни человека возрастает. Потому что, ну, иногда надо, да, действительно попринимать препараты, которые снижают. Вот в этом же практически ракурсе еще один вопрос от Ольги к нам поступил. Она спрашивает, часто пишут, что в день нужно выпивать 2 литра воды, а в меня еле-еле полтора литра умещается. Это в случае, если я насильно себя заставляю пить. А если я забуду, то и того меньше. Стоит ли пить положенные литры через силу? Я же лопну. У нас такая дискуссия возникла с супругой, когда она прочитала одну книгу, и это уже информация. И она очень со мной так в активный спор вступила. Ну, даже я так немножечко это, что я все-таки так учился, там, 6, потом еще сколько лет, и так далее, этому вопросу. Но здесь сводится к достаточно все простым вещам. У вас есть чувство жажды. То есть это чувство жажды, оно вы иногда, вот увлекшись чем-то, его можете пропускать. Вот надо быть просто внимательным к себе. Вот мы сейчас водичку, да, вот ты чувствуешь, что да. Вот если прислушиваться к своему организму… То есть я вот сейчас прислушиваюсь… Да, да, я уже тоже в какой-то момент, когда этот вопрос задавали, хотел бы пить водички. Вот, и действительно, у нас как бы вопрос состоит в том, что я вот по своему ритму жизни, я знаю, что вот я занимаюсь спортом, футболку выжимаю, что называется. Естественно, мне на этот момент, да, или я там пошел в баню, я полтора литра воды, те же и выпил, но с удовольствием, да. И сколько вы теряете воды, но с другой стороны, бывают ситуации, когда у человека есть определенные проблемы, и они установлены там с образованием мочекаменной болезни и так далее. И здесь опять же нужно прислушиваться к рекомендации специалиста, и вот есть особые моменты. Но так в целом вы должны просто слушать свой организм, и там, понимаете, вы можете там супчик покушать, это тоже вода. А вот если вы, допустим, выпили кофе, есть рекомендация стаканчик воды, потому что там есть определенные мочеконные эффекты и так далее. Ну да, то есть вы теряете, вот вы любите кофе, значит, вам водички надо побольше пить, потому что. И вот опять же здесь индивидуально, нельзя сказать, что вот это догма, да, которая в свою очередь, ну, ладно, не буду, кому этот был интерес, но эта пропаганда вот этих 8 литров, это было индуцировано как раз уже определенными группами. Спасибо, Андрей Владимирович. Дорогие друзья, вот мы все равно подходим к выводам определенным, что очень важно прислушиваться к своему организму и не забывать своевременно там выпить элементарно водички, если чувство жажды доливает. И важно, касаемо витаминизации, это тоже из серии прислушиваться к своему организму, если есть подозрения клинического характера, то есть вас что-то беспокоит, плохой сон, недостаточно, можете выдержать физические нагрузки, там, утомляемость быстрая, или психологический дискомфорт, если вы ощущаете, что что-то не так, то самое правильное решение – это обратиться к специалисту. Специалист – это прежде всего врач. Это может быть терапевт, это может быть профилактический осмотр, это может быть пройти диспансеризацию, сдать определенные анализы, исходя из которых можно сделать вывод. Вы, здоровый человек, ведете обычный образ жизни, питаясь разнообразно, так как хочется практический организм. Но если есть определенные изменения, то здесь уже могут быть внесены определенные коррективы. Уролог примочекаменной болезни, если песочек или раздробили камушки, может посоветовать 2-3 литра выпить, витамины может посоветовать терапевт, эндокринолог, йода добавить и так далее, и так далее. Мы продолжим тему здорового образа жизни, кому и чему верить, сразу после рекламы. Здоровый образ жизни, кому и чему верить. Сегодня мы говорим про это. И гостем нашей программы сегодня является доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Красноярского государственного медицинского университета Андрей Владимирович Шульмин. Я напомню, дорогие друзья, что в любое удобное для вас время вы можете посмотреть запись нашей программы в сервисе Пирс ТВ на своем смартфоне. Андрей Владимирович, мы с вами проговорили про витамины, про жидкости, про холестерин. Есть еще один вопрос, который бы хотелось осветить и получить ваше мнение. Режим питания. Режим питания, что я в него включаю? Есть 2-х, 3-х, 4-х разовое, 5-х, 1-х разовое. Мало того, есть авторитетные монологии в сетях, авторитетные с точки зрения ведущих специалистов. Я знаю, один из ведущих кардиохирургов нашей страны сказал, что хирург должен питаться раз в день. Утром мясо поел и все, а там в течение дня можно жидкости попить. Есть противоположное совершенно мнение, что ближе к обеду нужно будет начинать каким-то образом усиливать нагрузку на желудочно-кишечный тракт и так далее. Какое ваше мнение, какая ваша позиция по режиму питания? Здесь мы опять же приходим к тому моменту, что организм у человека разный и ритм жизни разный. У нас вот допустим тоже такое есть немножко супруга вот в этом плане разнообразия. Я завтракать с утра встаю не хочу. То есть я, так сказать, с семьей вот там… Простите, вы рано встаете? Ну, к 7 часам я уже на ногах. И фактически вот она без завтрака не может. А я хочу кушать только к 12 часам. То есть у меня так организм устроен. Если я позавтракал к 12 хочу есть, не позавтракал к 12, да? Но опять же возникает вопрос в чем? Сказать, что вот так… Я читал действительно авторитетные статьи, что завтракать полезно, завтракать вредно. Но логика сводится к тому, что если вы, так сказать, не имеете каких-то патологий, где однозначно прописано дробное питание, ну, там есть там состояние язвенной болезни и так далее, или там диабеты, или еще что-то, да? То есть тоже надо это проверить и исключить, то вы должны, конечно, прислушиваться к организму. Другая ситуация, что, ну, вот как про хирурга, да, если вы свой ритм имеете, но вы должны подстраиваться под ритм, мы ушли в операционную через какое-то время, а у вас, скажем, если вы не покушали из-за того, что не хотели, а там вы уже не можете, упадет глюкозка, и это, соответственно, может привести к нехорошим состояниям, да, ситуация. Поэтому, конечно, мы подчиняем вот этот свой ритм жизни своему внутреннему, в зависимости, есть у нас болезнь, нет болезни, как мы хотим, но и ритму того, что, как бы, как наша жизнь проходит. И здесь вот этот найти гармоничный баланс очень важно. Но для этого надо, опять же, вот себя хорошо послушать в разных ситуациях, и если, как бы, есть сомнения, обратиться к специалисту, но если хорошо получилось, то выбрать свой ритм и ему следовать, то есть, условно говоря. Некоторые наши зрители, я уверен, многие из нас, я в том числе думаю, вот я к себе прислушиваюсь, и каждый раз после еды мне хочется еще чего-нибудь сладенького поесть. И часто количество килокалорий, которые я принимаю, потому что я к себе прислушивался и мне очень хочется, не совпадает с тем количеством килокалорий, я затрачиваю. И это ведет к следующей патологии, которая называется избыточная масса тела и ожирения. Вот где эта грань? Человеку, которому не хочется считать килокалорий, опять же, слушая наши советы, он к себе прислушивается, ему хочется сладкого поесть, причем три раза на дню. Вот тоже бывает, и нередко такая ситуация. Я вот для себя, если так скажем, в этой ситуации принял следующее. У меня находится на работе дома мед, я, ну там, чайную ложечку с водой, и то есть, этот объем воды и чайная ложечка, она дает полный... Да, то есть, вот это дело, можно, чтобы у вас лежали там финики, изюмчик и так далее, то есть, вы его много съесть его невозможно, да, но немножечко съел и стало это, как сказать, легче. Гениальный совет. Беру на вооружение, дорогие друзья, и рекомендую вам. Очень рафинированный ответ, совершенно четкий, и это призыв к действию. Спасибо, Андрей Владимирович, за приятную беседу. Я надеюсь, дорогие друзья, буквально через неделю мы продолжим тему здорового образа жизни, кому и чему верить, и я вас вновь хочу пригласить, Андрей Владимирович, для того, чтобы мы обсудили такое направление, как физические нагрузки и спорт. Потому что сегодня это биатлон, триатлон и много атлонов, которые вписываются в непрофессиональную среду, насколько это полезно или вредно. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами ровно на неделю.